Девушки отдыхают Преподобный Сергий Радонежский. Настолько это имя созвучно каждому русскому человеку, да и многим людям православным во всем мире. Потому что преподобный Сергий уже 700 лет в этом году исполняется, со дня его рождения. Как он является игуменом земли русской, насколько он действительно повлиял на судьбы России, на судьбы в том числе развития нашей церкви, святости в церкви, преподобничества, вот как подвига монашествующих в нашей церкви. В след, конечно, за Антонием Феодосием Киевопечерскими и другими угодниками он достаточно все-таки рано жил после крещения Руси. Это 1314 год рождения. И он уже 700 лет является тем мерилом, тем правилом для монашествующих, для тех, кто берет на себя подвиг и иночества, иного пути, подвиг девства и подвижничества. Преподобный Сергий был из благочестивой и богатой достаточно семьи и скромно исполнял послушание в детстве. И мы знаем, что ему тяжело давалась грамота. И по его молитвам однажды явился ему старец, который дал ему просфору и сказал, что съешь эту просфору, и тебе будет даваться более усиленно грамота. И так оно и произошло. Чудеса начались еще во чреве матери, об этом в Акафисте мы знаем и в житии, когда он трижды возгласил во чреве матери. Когда не вкушал от матери молоко в среду и в пятницу и другие-другие знаки, указывающие на то, что это будет великий человек и святой угодник. Преподобный Сергий, совершенным юношей еще, пришел на гору Маковец, сегодня это Сергий в посад. В то время это были совершенно дремучие, можно сказать, дикие даже леса. В которых водили звери, как мы знаем, и, срубив в себе небольшую келью, стал молиться и подвязаться. И вот в скорости к нему стали приходить послушники проситься остаться у него. Он кому-то отказывал, но видя, что нельзя всем отказать, стал разрешать им селиться рядом. Появилась вторая келья, третья келья, четвертая, построили храм деревянный. И вот образовалась первая монашеская община, которой выросла потом, конечно, великую лавру преподобного Авы Сергия. Преподобный очень много совершал чудес. Его знали самые именитые князья, и в том числе Дмитрий Донской, и иные богатые, знатные люди мира сего. Его лично знал митрополит Алексей Московский, и даже просил его стать поселевым митрополитом московским в Сеярусии. Но преподобный Сергий из смирения отказался от этого великого сана. Преподобный Сергий совершал множество чудес. «Даже однажды воскресил отрока, когда он увидел отца в великой скорби и из своей любви помолился Господу и совершил это великое чудо». Много раз наполнялись закрома монастыря пшеницей, мукой, когда истощивались от того, что кругом был голод или были какие-то неурядицы. И преподобный Сергий многое предсказал, и в том числе было одно из его видений, когда он увидел, выйдя из Келии, очень много летящих красивых птиц. И в этом узрел и сказал о том, провидев, что лавра будет наполнена многочисленными птенцами, то есть монашествующими в течение многих-многих-многих веков. И по сей день лавра является главным монастырем Русской Православной Церкви. И это не только монастырь, наполненный монашествующими, но это уже 300 с лишним лет. Там находится Московская Духовная Академия и семинария, Регинская школа, Иконописная школа. И, конечно, трудно переоценить, вообще невозможно это сделать. Вот великий вклад лавры преподобного Сергия в развитие церкви, в стояние церкви в тяжелые минуты, минуты татаро-монгольского иго, в другие смутные времена, когда не только духовно, но и чисто физически лавра выстояла 17 месяцев, выдержала осаду польско-литовских войск и других шаек-разбойников, которые орудовали, но они не смогли лавру захватить в любом случае. И это также, конечно, повлияло положительно на всех людей, жителей нашей страны, и все-таки подняло это ополчение против захватчиков. И, наконец, смутное время закончилось изгнанием этих негодяев, и в том числе избранием первого романа у Михаила на российский престол. Но это все было бы невозможно, если бы не был этот отрок Варфоломей, а затем преподобный Сергий, тогда еще юноша совершенно, который возрастал от силы в силу, и, конечно, его подвиг лежит в основе всего того, что мы сегодня видим в Троице Сергиевой лавре. И, конечно, лавра сегодня – это как пасхальное яйцо, сияет своей красотой, белизной стен, белизной храмов, золотыми куполами и треставрированными храмами внутри. Я думаю, что действительно она сегодня порадует тысячи и тысячи миллионов людей, которые приедут на праздник и будут потом посещать лавру. В этом году также перед праздником преподобного Сергия в середине июля будет совершаться совершенно уникальный крестный ход, которых, может быть, не было, да и, может быть, и никогда не было у нас в России. Предполагается, около 100 тысяч участников этого крестного хода. Я что-то не припомню подобный крестный ход. 20-30 тысяч это было, например, при перенесении мощей преподобного Серафима Саровского. Но вот такого крестного хода я не припомню. И палаточный лагерь будет разбит недалеко от Лавры в Сергиевом Посаде на 20 тысяч человек. Ну а те, кто захотят принести свою палатку и в ней жить, также им будет предоставлена определенная площадка и место, где можно умыться, и привести себя в порядок, и также, конечно, безусловно, покушать. Вот такие предполагаются уникальные торжества. Конечно, огромное богослужение на площади Тройцы Сергеевой Лавры, которую возглавит наш святейший патриарх Кирилл. Конечно, приглашены делегации всех православных поместных церквей и других гостей. И, конечно, безусловно, представители власти нашей страны, президент, премьер-министр и иные гости. Конечно, огромное количество епископата, духовенства. И у нас, в нашей епархии, на крестный ход, участниками крестного хода будут 148 человек, которым прикреплены ответственные. Мы готовим автобусы, которыми они будут доставлены туда. И, конечно, они потом весточку добрую этой радости в участии в юбилейных торжествах принесут к нам сюда и расскажут об этом всем жителям Ставрополья. Во всех городах, областях проходят конференции, семинары, конкурсы на лучшие сочинения в память преподобного Сергия. Проходят выставки и многое-многое другое. Мы тоже мероприятия, которые проходят в городе Ставрополье, посвящаем в этом году именно преподобному Сергию. Например, тот фестиваль, славянский форум искусств, который проходил под руководством Бурляева Николая Петровича буквально несколько дней тому назад в Ставрополе, он был посвящен также юбилею преподобного Сергия Радонежского. Также и многие другие наши мероприятия, которые будут проходить в этом году. В нашей епархии три храма мы должны осветить в этом году, посвященных преподобному Сергию. Это храм преподобного Сергия на Кулакова. Храм величественный, большой, долго уже строится. Я очень надеюсь, что к концу года, а лучше бы, конечно, к дню памяти преподобного Сергия, это к 8 октября, он бы все-таки у нас был достроен, и мы бы его осветили. Также еще два храма. Это один храм при институте в городе Невинномыске, и третий храм в Грачевском благочении. Вот так сегодня празднуется день рождения и юбилейца дня рождения преподобного Сергия. Конечно, нам очень нужен преподобный Сергий, его слова, его подвиг. Почему? Потому что мы сегодня все очень расслаблены. С одной стороны, казалось бы, расслабляться бы и не надо, потому что ситуация вокруг страны, внутри страны еще очень и очень напряженная. И сегодня еще мы только встали, может быть, на этот путь возрождения, но надо укрепиться на нем очень сильно. Да и никогда расслабляться не надо, ибо святые отцы говорят, что нет нейтрального такого пути, нейтральной площадки в духовной жизни. Есть только или движение вверх, или движение вниз. Значит, вот такое расслабленное состояние, когда, казалось бы, вроде бы я и не грешу, ну и я не предпринимаю ничего для каких-то особых подвигов или для молитвы, для добрых дел. Это ложь, потому что, значит, ты скатываешься вниз в таком случае. Нет вот такой спокойной, нейтральной полосы в нашей жизни. Есть только движение вверх или вниз. И, конечно, подвиг преподобного, его молитва, его пост, даже вот приход молодого юноши в дикие места, в дикие леса. Всё это, конечно, призывает нас всех от расслабления к подвигу в духовной жизни в рамках того, что мы хотя бы сможем, как сможем мы это понести. Во всяком случае, самое главное — быть в православной церкви, читать, изучать заповеди Господни, регулярно приобщаться к святых христовых тайн и совершать те посты, которые предписаны. Вот тот минимум хотя бы, да, посещение регулярных храмов, воскресные и праздничные дни, которые будут ограждать нас и которые не будут нам давать расслабляться в нашей жизни. Господь подскажет, как нам, какие силы найти, где эти силы найти, кто нам подскажет, как двигаться дальше. Образ преподобного Сергия — это и образ, конечно, защитника великого нашего Отечества. Ведь он благословил Дмитрия Донского на Куликовскую битву. Сердце князя было очень смущено. Столько веков, иго, столько веков, когда князья получали ярлык на княжение в Золотой Орде, и когда митрополиты порой вынуждены были идти и кланяться, и дары приносить. Помните, митрополит Алексей, также современника преподобного Сергия, призывал хан из Золотой Орды, и в приказном порядке исцели мою ханшу от слепоты. Ты не исцелишь, голову потеряешь. Более того, он мог нанести большой урон стране, скажем, разобидевшись на митрополита, что он ничего не сделал. Говорят, ты чудотворец, ты можешь многие чудеса совершать, соверши вот такое чудо. Да, это, конечно, и страшно, это и удивительно, но Господь дал силу митрополиту Алексею, он совершил это чудо, это известный исторический факт. И, конечно, сохранил страну, не только свою жизнь, но и страну сохранил от нового какого-то разорения. Ну и потом, конечно, преподобный Сергий, его молитвы, его крепкие слова вселили, как и слова, конечно, митрополита Алексея, вселили силу в душу князя Дмитрия. И сегодня, конечно, князь Дмитрий Донской, ослябе, пересвет являются нашими светочами, нашими святыми людьми, и, конечно, являются примером для защитников. И немало названо и кораблей, и самолетов, и других подразделений в памяти Дмитрия Донского. Даже в годы Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, колонна танковая была названа в честь Дмитрия Донского. Эта колонна была создана на средства верующих русской православной церкви. И, конечно, великий подвиг Дмитрия, это и подвиг Ауы преподобного Сергия. И сегодня Отечество нуждается в защите. И сегодня Отечество находится в непростом окружении, как и всегда. Слишком великая наша страна, слишком она богатая. И часто, или чаще всего, она идет совершенно иным путем, чем идут другие народы и государства. Поэтому Россию не могут понять, и поэтому порой дьявол, враг рода человеческого, восстает на наше Отечество. А ее самое великое богатство, конечно, раз это преподобный Сергий, и святой Дмитрий Донской, и святой и благоприятный князь Александр Невский, конечно, в нашей православной вере. Поэтому будем любить нашу Церковь, будем любить нашу веру, будем любить наши святыни и наших святых. Субтитры создавал DimaTorzok